Продолжение следует... Это факт. Я не шучу, это так на самом деле. Так на самом деле происходит, и факты говорят прямо об этом. То есть это не какие-то догадки, там что-то еще. Конкретные факты. И в мире существует очень множество фактов. И первые факты, которые отражают современную действительность, это ведическая литература, которая сразу предупреждает людей задолго до начала Кали-юги, что их ждет впереди. Полностью. То есть сразу предупреждая. Во второй песне Шримад Багава там есть стих такой. Сейчас я прочитаю. Затем в Кали-югу, когда о Боге перестанут говорить даже в домах людей, слывущих святыми, и в домах почтенных представителей трех высших сословий, когда власть в правительстве перейдет в руки министров, избранных из числа невежественных шудр, и людей, принадлежащих к еще более низким слоям общества. А кто ниже шудр? Млечихи. Если вы помните, млечихи, месоеды. Принадлежащих к еще более низким слоям общества. Когда не останется никого, кто хотя бы понаслышке знал, как следует совершать жертвоприношение. То есть вот в Багава там есть многие разделы, в Шримад Багава там, которые предсказывают уже положение, то, которое ожидало общество в Кали-югу. То есть сейчас мы видим, что практически в течение пяти тысяч лет, пяти тысяч лет, даже шудры не были царями. На самом деле даже ведический шудра почти не был нигде в царю. Кроме как вот на территории Пхаратаканды, то есть Индии. Там еще иногда шудры бывали царями. Но западная цивилизация вся была основана на царях-млечихах, то есть те, кто ниже шудр. Это вот, я не знаю, насколько вы, может быть, что-то знаете, поскольку я вижу здесь люди, читающие книги, уже не первый раз встречающиеся, но я думаю, вы понимаете, о чем он говорит. То есть ни о чем хорошем ждать от этих личностей было просто невозможно. И первая песня Шриман Бхагаватам тоже предупреждает, объясняя, что в Кали-югу будет цениться, как будет построено Кали-южное общество, и в течение пяти тысяч лет мировые обманы. Мировые обманы. То есть людей в течение пяти тысяч лет до начала этой миссии, золотого века, до распространения ведического знания, восстановления ведической культуры, люди пять тысяч лет будут жить в мировых обманах. Мировые обманы, огромные мировые обманы. Те, которых люди даже не подозревают. Мы сегодня только знаем часть мировых обманов, потому что в другую часть мы уже с ней свыклись. Мы даже не считаем ее обманом, потому что она нас не тревожит. То есть произошел процесс привыкания к этим обманам. То есть вот как люди говорят, жизнь одна. Жизнь одна. Это мировой обман. Но люди привыкли к этому обману, они говорят, но жизнь одна. Люди привыкли к тому, что Бога нет, нету кармы, что закон кармы, он где-то в другой какой-то религии действует. Они даже не знают, что закон кармы вообще никакого отношения к религии не имеет. Он может описываться только в каких-то религиозных произведениях. Так же, как ветер. Представим, что человек говорит, в нашей религии ветра нет. Ветер — это определенный закон природы. Ведическая литература описывает законы космоса, законы мироздания, как, что, уровни сознания и всего остального. Итак, мы видим много мировых обманов за пять тысяч лет, о которых даже никто не подозревает. Точно так же, как я вот рассказывал, эти пирамиды, постройка египетских пирамид. Люди даже не задумываются в школе, то есть учителяют. Учитель — это означает брахман. Они брахманы. Но какие у них качества? Они все пьяницы, мясоеды. Они курильщики. Они все прелюбодеи как один. Что женщины, что мужчины. И они — учителя. Они несут статус браманов. На самом деле, они не соответствуют никаким, даже моральным нормам. Не говоря уже, что они лишены ведического знания. Они знают что-то о Марксе, о Ленине, о своих детях. Они не знают ни о педагогике, ничего. То есть они имеют определенную науку о мировых обманах. То есть они сами обмануты. Их обучили, как обмануть профессионально всех остальных. Эти брахманы, они никакие не брахманы. Они низшие сословия людей. То есть они ниже шудр. Практически это сознание уровня животных. И люди, так сказать, получают какие-то кандидатские минимумы. Они сдают по тому, как человек произошел от обезьяны. Они сдают докторскую диссертацию о полетах на Луну. Они становятся академиками. Они в центрах космических занимают какое-то положение. И они спекулируют по поводу полетов на Венеру. Большие ассигнования забираются из ваших карманов. Все это собирается. И люди в таких обманах привыкли жить. И они надеются на какое-то великое благо от этих людей. Но ведическая литература ясно говорит. Благо принесется только через ведическую концепцию. Единственной организации. Там предсказано. Эта организация обозначена. Всемирная организация там говорится. Харе Кришна она будет называться. Сейчас мы говорим. Международное общество сознания Кришны. Пурана говорит. Всемирное общество Харе Кришна. На русском языке всемирное общество Харе Кришна так и называется. Международное общество сознания Кришны. Харе это сознание Кришны. Харе это его внутренняя энергия. На этом строится сознание Кришны. Харе это Шримати Радхарани. Энергия наслаждения. Источник вечного наслаждения. Кришна. Поэтому, если перевести все это на русский язык, то так и будет на самом деле. Международное общество сознания Кришны. Всемирное общество. Харе Кришна. Всемирная община, там говорится. Если перевести буквально, прямо дословно. Всемирная община. Харе Кришна. Харе – сознание, Кришна – источник этого сознания, сознание наслаждения. Откуда проистекает этот источник? Это предсказано и работа Золотого века в конце Санхи. Юга Санхи – это астрологический период. Говорится, там начинает работу Золотой век. 1896 год обозначен в литературе. За многие сотни, за миллионы тысяч лет это было предсказано. Многие люди думают, что ведическая литература, она появилась вот пять тысяч лет назад. Как ученые говорят, Ригведа – она шесть с половиной тысяч лет назад до нашей эры. Они нашли подтверждение, что Ригведа была написана шесть с половиной тысяч лет до нашей эры. Плюс две тысячи нашей эры, итого восемь с половиной тысяч. Они говорят, о, это древнейшее писание. На самом деле, все эти писания передавались очень высокоразвитыми брахманами. Что такое? Сейчас брахман ничего запомнить не может. Очень плохая память, поскольку в Кальюгу. Кальюжное, так сказать, тело, мозг. Но в прошлых эпохах, что говорить о брахманах, даже люди более низших сословий обладали феноменальной памятью. Феноменальной памятью. Вот даже сейчас мы видим людей, которые могут считывать в уме цифры, запоминать тексты, печатные листы. Но они млечки. Даже сейчас они остались. Они млечки, но у них осталась память. Можно себе представить, что если человек не млечкой, какую память и какие качества он умел. То есть даже Шудра мог запомнить все священные писания наизусть. Он единственное, что не мог, он не мог правильно их передать. Он не мог понять глубины этих писаний. Но запомнить их он мог элементарно, сразу, сходу, буква в букву. Что же говорить о высших сословиях, которые передавали по цепи ученической преемственности это знание? Им не нужно было ничего записывать. Абсолютно. Это точно так же, как вам не нужно записывать свое имя. Вы всегда знаете свое имя, отчество и фамилию. В любой момент вас разбуди, и вы не ошибетесь никогда, ни на секунду. Вы же никогда не скажете, что у меня фамилия Иванов, а вы Петров. Ну так вы просто скажете, ох, подожди сейчас, что-то у меня тут проблема. И вы говорите точно. Также элементарно было для людей запомнить какое-то определенное знание. И в начале Кали-юги, чтобы уберечь это знание, сберечь его для людей Кали-юги, чтобы дать возможность проявиться через пять тысяч лет вот этой концепции, то есть, чтобы люди смогли с ним познакомиться, книги были записаны. Только это была цель записать ведическую литературу, строго, без искажения. На том же санскрите, чтобы ни одна буква, ни одно слово не выпало. Все передавалось на санскрите полностью. В течение всех миллионов, со дня творения, Брахма первый получает все ведическое знание. Веда Гарбхамева. Он появляется первым. Это первое живое существо. Вместе с ним появляется это знание. Ведическое знание. Он уже появляется и знает эту веду. Она приходит к нему через трансцендентный звук. Омкара. Вечримат Багаватам, Багаватгита, все. Это как вот код какой-то, шифр. Вы набираете там, допустим, 3, 4, 5. Три цифры. И вам открывается файл, где вы можете банк данных, допустим, получить. Шифр, который раскрыл для вас целый банк данных. Люди не понимают, как в каких-то трех звуках может быть огромный. Это как компьютер. Материальная вселенная, это как один огромный компьютер. Вы даете определенное количество звуков туда, и для вас раскрываются какие-то файлы. А это как правильно вести. А раз человек не знает, как себя правильно вести, он находится в определенном поле воздействия. То есть человек, который ест мясо, допустим, пьет, курит. Люди не знают, что определенный энергетический фон его ослабевает. И он на другой волне работать начинает. Это просто любой здравомыслящий человек знает, что есть разный диапазон широта волны. Есть короткие волны, длинные. Мы даже в радиоприемнике видим муковые. И также человеческий ум, человеческое восприятие, оно тоже работает на разных волнах. И если человек находится на волне невежества, то, естественно, через него легче осуществлять все эти проекты. Вот все эти программы. Поэтому распространяется табак, алкоголь, говорят о противозачаточных средствах, говорят о том, что человек произошел от обезьян и все остальное. Потому что это выгодно определенным живым существам, которые тоже не связаны с нашей планетой. Они не связаны с нашей планетой так, как мы думаем. Они хотят ей обладать, но они не связаны с нашей планетой. Они связаны лишь в силу своих определенных интересов. Власть. Во Вселенной очень много борьбы за власть происходит. Во Вселенной. Не где-то здесь, вот у нас в мире, там, Жириновский, там, это все так. Куклы. Есть другие кукловоды, которые, так сказать, действуют через эти уровни невежества и страсти. То есть, поэтому здесь Парупадовым описывал в Бхагаватах, что человек должен подняться, выйти из-под лияния Нишигун. Тогда все эти обманы на него не будут действовать. Он не будет попадать даже под этот менталитет. Что нужно сделать, чтобы выйти из-под лияния Нишигун? Человек должен, во-первых, принять джапа-медитацию. То есть, он должен повторять. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Гари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Гари. То есть, постепенно эта звуковая вибрация, она воздействует на определенные центры, определенные уровни материальной энергии, полностью выводя человека из-под влияния Нишигун. И определенные принципы, которые постепенно человек должен вести в свою жизнь, постепенно. То есть, никаких там рывков. Есть определенный метод, целый научный метод, как постепенно выйти из-под влияния этих Нишигун. И человек, который постоянно находится под влиянием Нишигун, то есть, вот эти страсти и невежества, через него и осуществляет. А поскольку сейчас на планете практически каждый человек, почти все находятся под влиянием страсти и невежества, поэтому их обдурить очень легко. Они даже не задумываются. Даже чтобы вот этот фильм создать, нужно быть под воздействием Гуны Благости. Увидеть, что там крестики не соответствуют, древко не соответствует. Чтобы даже это увидеть, человек должен быть в Гуне Благости. Человек в страсти и в невежестве, так же, как эти книги. Человек открывает и говорит, да, ну, что неинтересно, я что-то ничего не понимаю, что у них написано. А почему, как вы думаете, человек не понимает? Вот точно так же, как люди смотрели этот фильм и ничего не понимают. Они не видят. Они не видят, что существует тысяча обманов вокруг, прямо возле носа. Их дурят, и люди не видят, потому что они в Гунах страсти и невежества. Они очень сильно тупели. Точно так же, как вы помните, я уже рассказывал, как эти пирамиды. Пирамиды Хеопса там вот в Египте. Они видят огромные блоки, которые весят, вес этих блоков 400-500 тонн. Представляете, что это такое? Вес блоков камней, постройка идеальная. Так с камней смещены эти глыбы, что даже иголка не провазит. И они весят 500 тонн, 600 тонн. Попробуйте при современной технике построить такое сооружение. Нет ни одного подъемного крана, нет. Попробуйте согнать сейчас всех людей, чтобы они эту глыбу песка насыпьте, и чтобы они ее поставили. Это абсурд. И мы возьмем, допустим, эти древние папирусы египтяна, которые знают так четко химию, физику, астрономию, астрологию. У них такая выдающаяся философия. Такие технологии там описаны. Столицейная продукция, промышленность. Эти все механизмы так идеально выполнены. Даже летательные аппараты. И вдруг нам в детстве говорят, что насыпали песок, и 3 миллиона человек тянули эту глыбу. И люди это съедают, потому что люди не в благости. Они не могут анализировать. Они съедают этот обман, и потом детям говорят, да, эти пирамиды. Даже никто не задумывается, что это полный абсурд. Это не сочетание вообще. В одном преуспеть и тянуть 3 миллионам за веревки эту глыбу. Кто в это поверит? Это примерно так же, как показывать эти программы космические, и говорить, что живые существа строят дома путем песка. Они насыпают песок, и вагонетки с кирпичами туда таскают. В наше время. Понятно, что если такая есть техника, значит, есть подъемные краны, есть какие-то более серьезные сооружения. Но они находят такую высочайшую цивилизацию египетскую, с полной звездной картой, с проявлением всех остальных областей мироздания. И они говорят, что они 3 миллиона человек тянули глыбы. И мы это съедаем, потому что мы не в благости. Мы в страсти и в невежестве. Если кто-то задумается о каких-то научных работах, он начнет читать. Человек, который повторяет мантру, он постепенно поднимается из низших гунг кверх, к высшим. Поэтому человек прекращает курить, там петь, все это уходит от него. И он вдруг начинает видеть, что как он жил сам, что это такая тупость полная, то есть абсурд. И он начинает даже всю литературу какую-то берет. Те же самые книги, которые он всегда читал. Он берет обычный учебник и находит сразу в нем тысячи обманов. Тысячи обманов находит. В обычном учебнике, который он всегда считал за нормальные. Он видит в физике, как все натаскано. Все сразу раскрывается совершенно. И почему вот эта мантра есть? Омагиан Тимиран Гасиагиан Анджина Шалакая. Мой духовный учитель факелом знаний рассеял тьму невежества Кали-юги. И я увидел наконец-то вещи, какие они есть на самом деле. То есть люди не видят. Поскольку они в невежестве, они так и не видят, что на самом деле происходит. Как выглядят, какие предметы, что происходит здесь вокруг них. Но кому это выгодно, чтобы люди? Есть определенные круги. Мы думаем, вот там кто-то. Он стремится к богатству. Просто простой человек. Нет, это демоны. Это демоны. Их целое сообщество есть. Эти демоны, они связаны с этими белосваргами. Это не так, что вы просто не знаете, что вы демон. Нет. С определенной миссией приходят. Они знают, где они, откуда, в чем их задача, в чем цель. Они знают, что они не с этой планеты. Они знают четко. Есть те, которые не знают этого. Им отключают определенные, блокируют определенные центры мозга, связанные с памятью. И они так что-то чувствуют, но не могут понять, почему они так действуют. Есть разные уровни живых существ, которые действуют здесь. И они также описаны в ведической литературе. Помните, я вот на этих лекциях по астрономии, астрологии и уфологии рассказывал об этом. Так же, как эти НЛО, которые приходят с определенными опытами. Они вступают в разные половые контакты с живыми существами. Они занимаются генной инженерией. У них очень высокий уровень материалистической науки. Они полностью безбожны. И они принимают суровые аскезы. Они поклоняются Господу Шиве. Медитацией занимаются, пранаямой. Они все это делают. У них мистические силы есть. Но все они безбожны. Они демоны. Они полностью безбожны. То есть они не принимают Бога. Их Бог это Шива. И они здесь распространяют эти всякие философии. Такие-сякие всевозможные. И люди, так сказать, ничего не знают. Они приходят, медитируют. Что такое медитация? Вы настраиваетесь на их волны. Они вам дают упражнения, как настроиться на свои волны, чтобы они могли через вас действовать здесь, в этом мире. Люди ничего не понимают, что происходит. И это делается добровольно. Они тоже, в общем-то, ничего такого. Не берут же нас за руку, не ведут. Потому что они знают, что человек, который таким образом устроен, он придет сам. Мало. Почему каждый раз, когда я начинаю свои программы, вот такие... Сейчас нет, это не культура неподвластного времени. Они ошиблись. Они взяли по телевидению, сделали здесь чите рекламу. Нет, я просто приехал для предных пообщаться, поговорить, так сказать, рассказать что-то новое, показать что-то. На циклах такого не говорится. И вот цель и задача отобрать самых разумных людей. Задача-то, вот этой программы, отобрать разумных. Пропада организовал исконно вот это международное общество сознания Кришны, чтобы отобрать на планете самых разумных людей. То есть те, которые еще могут вырваться из этого влияния. Ни шевгун материальный. Те, кто лучший. Это лучшие из лучших. Бхагаватам говорится. Лучшие. Они будут лучшие из лучших. Эти люди. Они еще сохранились. Поэтому они всегда такие не очень-то... Не всегда вот те люди, которые приходят на культуру, они не всегда удачливы. Почему? Потому что эти лучшие среди этих людей, они всегда задалбливаются, затыкаются. Они всегда, так сказать, на последней партии. А те, кто разумны, они подстраиваются под эту систему. То есть они знают, что все не так, но они подстраиваются. Потому что если будешь говорить правду, тебе язык отрежут. И они, так сказать, из разумности действуют так. Просто, так сказать, поют славу этой всей, так сказать, науке и всему остальному. Только из-за этого. Но основная, 99% людей уверены в том, что они знают эту правду. На самом деле, мы живем в стране, или в... Не только в нашей стране, это везде так. На этой сейчас, в этой цивилизации полностью лишенные знания. И люди... Сто лет мы видим, вот человек 90 лет, вот он там мудрый, умный. Нет. 90-летний глупец полный. Он ничего не знает. 40-летний глупец, 50-летний, 30-летний глупец. Лауреат Нобелевской премии, осел. Да. Это не шутка, это факт. Только сейчас люди начинают понимать, почему Парупада написал. Одни ослы вручают Нобелевскую премию другим ослам. Парупада не стал. Он поручил это ученикам, объяснить, почему они ослы. Он написал, и когда человек не знает предыстории, он берет книгу Парупада. Это президент шакал, там ученые ослы, они, ну, что-то грубиян какой-то. Но когда все это объясняется, человек сидит и думает, вот Парупада, вот гений, он же правда сказал, они же ослы на самом деле. И только тогда люди начинают понимать, почему президент шакал, а ученые ослы. И как это эти ослы поручают друг другу премии. Ослины. Мы поздравляем за то, что у тебя уши еще длиннее, чем у нас. Потому что ты больше еще осел, чем мы. Ты нас переплюнул. Если мы, так сказать, сфальсифицировали полет на Луну, то вы сфальсифицировали полет на Марс. Вы нас переплюнули. Значит, мы вам дадим ответ. Мы сфальсифицируем полет на Венеру. Вы на Венеру, так? Хорошо. А мы в духовный мир. Мы потом по телевидению покажем, как мы достигли Кришна-Локи, с Кришной пообщались. Они это делают. Они это делают. Они это делают. Чтобы уничтожить все. Их вся философия направлена на разрушение. Поэтому эти войны, люди, экология, все разваливается. Война, разрушение здоровья, экологии, нравственности, все разваливается. Это тамос. Все, что разрушается, значит, за этим стоит гунна невежества. Тамос. Даже страсти нету, потому что страсть созидает. Тамос все разлагает. Уничтожается все. Все институты, все варны, все ашрамы, все развалено. Люди просто занимаются сексом, едят, спят и обороняются. И смотрят фильмы, как они летают по луну. Но они туда не летают. Все. Представляете? Целое общество. Я один раз, когда Парупада давал лекцию, сказал, ну да, один человек сказал, ну все дураки, один вы умный. Он говорит, да. Да. Это так. Среди вас, он сказал, я один умный. Поэтому я приехал вас научить знания. Потому что все вы дураки. Я для этого только и приехал, потому что я сострадаю вам, потому что все вы дураки, он сказал. Полные глупцы и негодяи. И я пришел вам бесплатно раздать это знание. Чтобы вы не были дураками. Я пришел вас спасти, сказал Парупада. Потому что у людей есть такое соотношение, что истина числом голосов определяется. Да, вот они говорят, вот проголосуем, кто за то, что мы были на луне. И сказал, а, вот большинство, так что все примите. Но это большинство, это ослы. Посмотрите, как мы все это принимали. В школе, везде. Человек произошел от обезьяны. Там теорию Геккеля, там Дарвина, кого там еще. Маркса, Ленина изучали. И все же принимали, и люди-то на самом деле за родину, за Сталина умирали. Так глубока была их вера в эту иллюзию. Капертфиль сейчас дурит всех точно так же. Посмотрите, как иллюзия привлекательна, что обычный человек делает такие фокусы, что он не только, вот они там на луне даже не смогли прыгать, а он летает в зале. Он летает в зале, и это фокусы. У него нет ни одной мистической силы вообще. У него единственная мистическая сила в чем? Что он умеет придумывать фокусы. И он сам говорит, я могу сказать всем людям, я не какой-то Иисус Христос, я никто. Вот я лично это видел. Он говорит, я не Христос и никто. Я вообще не обладаю никакими... Я умею придумывать фокусы. И все, что я делаю, и все, что люди видят, это фокусы. Но я вам и не расскажу, как я их делаю. Он сказал, покупайте. Покупайте. Посмотрите, какие фокусы он умудряется делать. А они даже тут полет на луну-то не смогли сфокусничать. Какие тупые. Поэтому Капперфильд, он такой единственный тоже. Все тупые, а он единственный. Он тупой, почему? Потому что он о Боге тоже там мало что знает. Но он, по крайней мере, у него есть какое-то влияние гонной благости. Он видит механизмы, которые дурят здесь всех людей. Путем света, световых эффектов, разных тканей отражающих. Он что делает? Вот как вы думаете, статуя свободы исчезает на самом деле? Но почему же те, кто его видит, они же видят вертолет, который светит. И это не делается путем пленок. Там нет никаких пленок. Чтобы это сделать, надо быть ученым тоже. Он знает, как игра света, как форма иллюзии, оптические изображения, как все это, голограммы все эти. Как близко, далеко сделать. Все. И смотрите, миллионы людей ему аплодируют. И есть миллионы людей, которые думают, что он обладает мистическими способностями. Они уверены, что он через кость стену проходит и все остальное. Но он никуда не проходит. Что же говорить тогда о другое? И он представитель нашей планеты, Земля. Он не демон. Он так работает, конечно. Что такое иллюзионист? Это такой жрец Майи. Он иллюзию, так сказать, пропихивает и все аплодируют. Но он, по крайней мере, честно говорит, это фокусы. Посмотрите, сколько иллюзий можно выдать за правду. Вот взять и его попросить. Ну-ка, сделайте нам, что мы были на Луне. Представляете, как бы он это сделал? Что так бы никто не догадался. И вот он говорит здесь, этот советский ученый, он говорит, что знание еще более мощное. Точно так же, как вот сейчас видите, даже фильмы появляются, многие вещи. То есть даже все вокруг уже способствует распространению этого знания. Люди, кстати, убеждаются. Просто достаточно приехать в город, рассказать, все тебя плюют. Ты уезжаешь, по телевизору они смотрят, какой-то ученый уже тоже самое говорит, что все это. Они говорят, о, приезжал тот Кришнаит, тоже это рассказывал. По-моему, они правы. И в итоге, так сказать, авторитет постепенно набирает ход и все остальное. И люди, все, что описывается в этих книгах, все это сработает, это уже работает. Все это правда, никаких, то есть, вымыслов нет. И просто тот, кто быстрее это примет, тот и лучше. Он быстрее, так сказать, это все получит. Вот и все. Лишь в этом лишь разница. Говорится, что всем людям придется. То есть, что значит придется? Вот иногда думаешь, что придется, это значит, как-то ты не хочешь, а ты принимаешь. Нет. Это так же, как вот наводнение. Если идет, и есть какая-то гора, и всем придется забраться на эту гору. Так ведь? Потому что наводнение. Ну, не хочешь забираться, давай тони. Ну, не хочешь забраться на эту гору.